Зарплата и прививка, кого могут отстранить от работы за отказ от вакцинации Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона номер 157 ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней. В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть, вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении. При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить постановление о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона номер 52 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона номер 157 ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней приказом Минздрава номер 125 об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Таким образом, в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категории граждан, работников отдельных отраслей. Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача-субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной. Сегодня такие постановления приняты более чем в 10 регионах страны. Соответственно, в этих регионах для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавирусной инфекции, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте, отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК «Спутник ВИ». Эпи-ВАК Короны КВИ-ВАК. Эпи-ВАК.